Мы, студенты Национального авиационного университета, обращаемся к вам, студентам Московского государственного технического университета гражданской авиации. Мы, коллектив Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт, хотим, чтобы нас услышал каждый студент и сотрудник Московского государственного технического университета. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко призывает всех студентов Московского государственного университета имени Ломоносова. Студпарламент национального экономического университета обращается ко всем студентам Московского финансово-промышленного университета «Синергия». У нас в стране сейчас идет война. У нас в стране сейчас умирают и ваши, и наши солдаты. Умирают мирные жители. Мы призываем вас поднять информационный занавес. Проверяйте то, что слышите. Сомневайтесь в том, что видите. Говорят, что русские и украинцы – это один народ. Возможно, это было так до недавнего времени. Сейчас между нами огромная разница. Мы стоим по разные стороны баррикад. Вы слева, мы справа, а между нами километры недопонимания. Между нами стали сказки про фашистов, украинских националистов, правый сектор и бандеровцев. Вот что на самом деле разделяет нас. Информационный шум. Мы с вами студенты. Студенты – это движение. Это сила и будущее нации. Мы призываем вас быть лучшими представителями своего народа. Не засоряйте себя фейками и дезинформацией. Будьте умнее и чище от политических игр. Думайте, проверяйте, сомневайтесь. Ровно год назад в нашей стране был свергнут диктаторский режим правительства Януковича. Тотальная коррупция, полный отказ от евроинтеграции, цензура в СМИ и милицейский беспредел вынудили студентов выйти на мирную акцию протеста. После его кровавого разгона вышли миллионы украинцев по всей стране. Нам было очень страшно. Погибло очень много людей. Но мы справились. Мы сплотились. Мы стали еще сильнее. Руководство вашей страны называет это силовым захватом власти. Но это не так. Это революция достоинства нашего народа. Обычных людей со всей Украины за свои права и свободы. Вспомним события недавнего времени. Автономная республика Крым – территория независимого государства Украина, которая после побега к горе президента Януковича наполняется войсками регулярной армии вашей страны и которые проводят под дулами автоматов референдум о присоединении Крыма к России. Да, и информация, скорее всего, отличается от той, которая распространялась у вас в СМИ и социальных сетях. Вам не обязательно верить каждому нашему слову. Мы просим вас лишь об одном – сомневайтесь и проверяйте. Война, ежедневные сводки о погибших, мобилизация, беженцы, тысячи искалеченных на всю оставшуюся жизнь 20-летние ребята. Вот наша реальность. И только нам с вами решать, как с ней жить. Неужели вы до сих пор не понимаете, почему Европа и Соединенные Штаты Америки вводят санкции против Российской Федерации? Неужели вы до сих пор верите во всемирный заговор против Великой Священной России? Неужели в вашем мире существуют только свои и чужие? Поверьте, единственный, кто виноват в наших проблемах, так это мы с вами, точнее, руководители наших стран. Европа и Америка, где главной ценностью является человеческая жизнь, просто отстаивают свои принципы, а не пытаются кого-либо поставить на колени. И вам, и нам придется своим детям объяснять, почему мы стреляли друг в друга или ничего не делали для предотвращения войны. Нам будет стыдно за такую общую историю. За нами будущее наших стран. Именно нам с вами предстоит управлять и развивать наши государства. Мы хотим сражаться с вами на научных олимпиадах и олимпийских играх, а не на Донбассе. Субтитры создавал DimaTorzok